Мир вам, дорогая церковь! Мне очень приятно, нам очень приятно сегодня быть в Доме Божьем, видеть много знакомых лиц. Благословения вам, дорогие друзья! Мы возвращаемся с семьей с миссионерской поездки с Украины. В этом году 26 человек. Мы посещали Сумскую область и проводили служения в городе Ахтырка и Тростенец, проводили детские площадки, посещали дома престарелых. Служения на улице, в учебных заведениях. И также интересная встреча была в этом году с библиотекарями в местной библиотеке. Также Бог дал возможность посетить зону АТО, Донецкую область. Поэтому примите сердечный привет из церквей Сумской области и также Донецкой области, из поселков Гранитная и Каменка. Писание говорит нам, друзья, об одном человеке, который был богатым. И это богатство Богу нравилось. Об этом человеке я хотел бы, чтобы мы порассуждали в заключении нашего общения, собрания. Давайте мы откроем книгу послания евреям, 11 главу, с 24 стиха. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Друзья, немножко истории, кем был Моисей и кем он стал в жизни. Мы знаем, что он был особым человеком для израильского народа. Он вывел евреев из Египта. Он был человеком-посредником, который выполнил миссию своей жизни и вывел Израиль из рабства. В сложное время родился Моисей для евреев. Они были в рабстве, и в то время мальчиков убивали. На каком-то этапе египтяне поняли, что евреи сильный народ и, может быть, восстание. Вообще, имя Моисей означает «спасенный из воды». Мы знаем, как впоследствии относились к Моисею, как его уважал Израиль. Мы знаем, что Бог с Моисеем говорил лицом к лицу. Бог через Моисея передал евреям свои заповеди, десять заповедей. Мы знаем, что он был, он обладал силой и властью от Бога и делал чудеса. Бог делал чудеса через этого человека. И даже похоронен он в неизвестном месте для евреев. Наверное, потому, чтобы не сделали из его могилы какой-то культ поклонения. Друзья, ну, как у него все начиналось? Сколько стоило ему совершить это служение? Как у него это получилось? Мы прочитали, что, и мы знаем из Писания, что до определенного возраста Моисей жил в Египте, во дворце фараона. Первые сорок лет он был воспитываемый. Дочерью фараона он получил в этом царстве блестящее образование. Он был посвящен во всю мудрость египетскую, во все тайны религиозные и политические. Так говорит история. Но это не продолжалось до старости. Он получал привилегии, пока жил там, но пришло время, когда написано, он пришел в возраст, он вырос. И написано, он верою отказался быть сыном дочери фараоновой. Друзья, это не просто деталь в Писании, которую можно пройти и пойти дальше. Друзья, это очень дорого стоит для Моисея, отказаться быть сыном дочери фараоновой. Это большая жертва, это большой шаг, это очень большая цена. Это значит потерять все и стать пастухом. Это значит больше никогда не вернуться в этот дворец, как сын дочери. Это значит кардинально меняется жизнь. Вот пришло в жизни время у Моисея, когда на весах жизни было два пути, два выбора. И вот с одной стороны, греховная жизнь во дворце. Оказывается, жизнь во дворце, она была греховной. Египтяне это язычники. Они поклонялись. История говорит, что в Древнем Египте не было какой-то одной общей религии, но было разнообразие местных культов, посвященных определенным божествам. И вот с одной стороны, жизнь удобная, роскошная, но греховная. А с другой стороны, рабство, унижение, гонение, вот такое же, как у братьев евреев. Друзья, читая Писание, как важно научиться, чтобы для нас Писание стало практичным. Не просто сводка каких-то исторических данных, не просто то, что я уже прочитал много раз и могу процитировать, но вот именно уметь находить для себя практические примеры для своей жизни. Можем ли мы сегодня научиться у Моисея чему-то? Друзья, у каждого из нас в жизни приходит момент, когда мы подходим к какому-то перекрестку жизни, где на весах два направления, и нужно сделать выбор. За компанию уже не получится, потому что от моих решений зависит мое будущее. И вот с одной стороны, жизнь, которая удобная, практичная, в принципе, много менять не нужно, просто адаптируйся под местные условия, под обстоятельства, то, что тебе уже предлагают натуральное окружение, и просто двигаться дальше. Где-то, может быть, начать попускать какие-то христианские ценности, принципы, где-то, может быть, сказать неправду, где-то перестать хранить чистоту до брака. У каждого своя ситуация. И вы знаете, Писание говорит, что греховные наслаждения, они временные. Друзья, светлого будущего у греховной жизни нету. Может быть, сегодня в этом зале есть тот человек, который подошел к этой развилочке, и вот ему нужно выбрать. И, с одной стороны, очень удобная жизнь, веселая, интересная, но точно понимаешь, что Богу она не нравится. А вот, с другой стороны, путь он узкий, путь по вере. Впереди не сильно много видно, но понимаешь, что точно Божий путь, Божье желание. И вот нужно сделать выбор. Вот интересно, мы в своей жизни, свою веру на каждом этапе нашей жизни доказываем какими-то своими делами. И вот наши дела и говорят, какая моя вера большая, богатая, и из чего она состоит. Друзья, и первое пожелание для нас сегодня, чтобы мы научились принимать решения по духу, по вере, а не по плоти. Далее мы прочитали, друзья, и поношение Христово почел для себя большим богатством. А что значило для Моисея поношение Христово? В чем оно проявлялось на тот момент в его жизни? Ну, во-первых, жизнь во дворце закончилась. Она закончилась, и нужно срочно убегать. Убегать не в соседнее царство, потому что там лучше условия предложили. Убегать под страхом смерти. Друзья, не пересидеть на несколько недель. 40 лет. Что такое жить в пустыне? Как это выглядело? Друзья, это зной днем и холодно вечером, ночью. Это песок, это неудобство. Но все это ради Христа. Все это осознанно и осмысленно, зная, что вот это Божий путь. Написано, что он поношение Христовы почел для себя большим богатством. Моисей для себя определил, что для него будет богатство. Оказывается, богатство это понятие очень растяжимое, правда? Вот если бы я подошел бы сейчас к какому-то пожилому человеку, который, может быть, прошел голод, войну и спросил бы, что для вас ценно, в чем для вас заключается богатство, мы бы услышали определенные вещи, ценности. Если бы я спросил сейчас, может быть, у человека зажиточного, богатого, успешного, в чем для него состоит богатство, он тоже сказал бы какие-то свои понимания, взгляды. Друзья, интересно, что каждый из нас для себя по жизни определяет, что для него будет богатством. Моисей тоже определился. Он решил, что для него богатство будет поношение ради Христа или лишение ради Христа. Друзья, нам свойственно создавать какие-то комфортные условия жизни для себя и своей семьи, и это нормально. Мы ищем лучше работу, мы ищем место жительства получше, мы думаем, как обустроить свой быт, мы думаем, как сделать условия для своей семьи получше. Друзья, это все нормальные человеческие желания. Но если в моей жизни, друзья, ради вот этих человеческих, бытовых, плотских или житейских нужд и рисуется или обрастает вся моя жизнь, только вокруг этого, и я готов платить всем, что у меня есть, чтобы только вот это все обустраивать, готов платить своим христианством, своим временем, силой, здоровьем. И вот моя жизнь проходит только вокруг этих вещей, и в моей жизни, друзья, нету ничего, что я делаю осознанно, осмысленно, ради Христа. Нету цены следования за Богом, нету никаких ущемлений, нету лишений ради Христа, ради веры, то есть жизнь по плоти диктует мне, чем я занимаюсь, где я живу, с кем я общаюсь. Друзья, тогда я, наверное, не понял самого основного и главного. Тогда свои решения я принимаю не по духу. Интересно, что Бог нас не призывает к какой-то отшельнической жизни, но если мы рассуждаем и следим о том, как проходит наша жизнь, если мы искренне ищем воли Божией в нашей жизни, то жизнь очень часто складывается не по тому сценарию, который мы себе нарисовали. Правда? Когда мы ищем волю Божией в своей жизни, то планы, обстоятельства, условия, они могут меняться, потому что только Бог знает, что самое лучшее для меня и в моей жизни. И, знаете, и приходят моменты в жизни, когда нам нужно выбирать, когда нам нужно принимать духовные решения, которые не бесплатные, они стоят что-то, у них есть цена. Если, друзья, я эти решения принимаю неправильным, то я впоследствии потерплю урон. И, может быть, друзья, кого-то сегодня Бог ведет так, что не получится иметь зажиточный образ жизни и вот все, что, может быть, хотел в детстве, в молодости достичь. Почему? Потому что это будет что-то стоить. И цена будет высока, и цена будет такая, что перед Богом это будет очень дорого, и Богу это будет не угодно. А, может быть, для кого-то, чтобы быть в служении, нужно будет отказаться от каких-то прелестей, желаний, удовольствия, но осознанно ради Христа. А, может быть, чтобы детей своих сохранить в вере, нужно будет выбрать определенный стиль жизни. Я помню, один брат рассказывал пример. За две семьи переехали в Соединенные Штаты на постоянное место жительства, и вот одна семья, которая имела детей, увидела множество возможностей в этой стране. вот то, что хотелось всю жизнь иметь, чего не было там, в Советском Союзе, и вот они начали использовать все возможности. И так их закрутило, что говорит, что детей они упустили, потеряли. А другие, попав в эту же среду, поняли, что много опасностей вокруг. Нужно больше времени детям уделять, чтобы веру сохранили, чтобы передать им то, что действительно самое важное и ценное. И вот можно задать вопрос каждый себе. Друзья, есть ли у нас в нашей жизни какое-то дело или служение, какое-то действие, которое я делаю ради Христа? Не потому, что удобно, выгодно, но потому, что уже нечего делать. А вот есть этому цена, стоит это мне что-то, но я делаю это ради Христа, как дел это Моисей, друзья. Разве по-человечески, по-логически это здраво, для себя рабство, поношение, бегство, почесть или посчитать богатство. Конечно, это необъяснимо по-человечески, но Моисей это понял. Он в духе для себя принял решение. Друзья, у каждого из нас есть в жизни ситуации, где мы доказываем на практике, имею ли я какие-то лишения или ущемления ради Христа или нет. И можно задать вопрос, Моисей, как тебе удалось, в чем причина, где секрет, где ты брал эту силу, чтобы все это совершить, чтобы не пожалеть о своем решении, а ведь мы знаем, что он не пожалел. Более того, мы уже читаем в Новом Завете, когда Христос, помните, преобразился перед учениками, кто пришел на гору. Там был Моисей также. Он участвовал вот в этом разговоре о бесходе. Они говорили о бесходе, они говорили о плане спасения человечества. Моисей был там. Мы прочитали «И поношение Христовое почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верой оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы в виде невидимого был тверд». Моисей взирал на воздаяние. Вот как-то это истина, мысль. Только недавно как-то о ней начал больше рассуждать. Вот за посвящение и служение Богу будет награда, которую сейчас не потрогаешь. Ее не видно. Мы не знаем, из чего она будет состоять. Ну, а нам по жизни хочется вот, чтобы потрогать, сразу порешать все вопросы. И вот оказывается, это то, что Моисея двигал, он видел вот это, он взирал на воздаяние, он видел то, что невидимо физическими глазами. И вот интересно, если так задать себе вопрос, а кто может лучше наградить, Бог или человек? Конечно, мы скажем, Бог, Он же всемогущ, у Него же все есть. Конечно, награда Божия, она лучшая, она прекрасная. Но, знаете, эту награду пока не видно. И вот тот, кто находится в служении, тот, кто Богу посвятил свою жизнь, собирается награда, которую не видно, но которая лучшая. Знаете, у Моисея были открыты глаза, он мог видеть духовные вещи, он видел невидимого. В другом переводе написано, ожидал награды Божьей, видел, какая награда ждет впереди. Вот Бог дал ему способность видеть духовными глазами. Знаете, эта способность приходит, ну, не за, только одного желания мало. Это постоянство, это усилие, и это целеустремленность к этому желанию, стремлению, вот, видеть духовные вещи, видеть своими духовными глазами, как Бог меня ведет в жизни, понимать Бога. Вы знаете, можно встречать людей, которые по жизни недовольны, у них много вопросов, у них много недовольств и много вопросов к Богу, потому что, наверное, они не научились видеть невидимого. Чем ближе мы приближаемся к Богу, то Бог дает нам способность видеть и понимать, почему именно в моей жизни вот такой путь и принимать его. Моисей имел близкие отношения с Богом, которые ему помогали видеть невидимого. У Моисея была живая вера. Вот интересно, не раз написано верою оставил, верою отказался. Друзья, оказывается, верою мы можем делать подвиги духовные. вера это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем. Подтверждение того, чего мы не видим. Друзья, чему мы еще можем научиться у Моисея сегодня? Это научиться видеть невидимого. Научиться от совершая труды служения, быть верным Богу, понимая, что будет воздаяние награда, которую пока не видно, но она лучшая. Она никак не сравнится с тем, что могут предложить сегодня. Больше поработать ради служения или ради какого-то удовольствия отказаться от чего-то. Мы готовим семейный день, семейный праздник в городе. А вот 3 августа молитесь об этом служении, мы хотим служить нашему обществу. Готовим такой праздник и желаем, чтобы это служение стало регулярным и раз в году в нашем городе отмечался этот день. И вот в приготовлениях я позвонил одному человеку и спросил, если он может помочь. У него есть определенные способности на этот день. Заранее позвонил, за несколько месяцев. И он мне ответил следующие слова. Ты знаешь, лето коротко, я обычно на выходные уезжаю на озеро, уезжаю за город, поэтому наверное не смогу помочь. И что скажешь такому человеку, друзья? Как важно, чтобы в своей жизни, друзья, мы делали осознанные решения ради Христа по вере. И вот можно спросить, друзья, актуальна ли эта тема для нас сегодня? Чувствуется ли дефицит в Церкви Божией среди христиан вот такого посвящения, какое было у Моисея? Что мы часто выбираем в жизни? Какое направление? К сожалению, часто не то, что выбрал Моисей. То, что удобно, то, что натурально нам симпатизирует. И вот можно спросить, Моисей, а ты пожалел, что ты выбрал такой нелегкий путь? Нигде не написано, что пожалел. Моисей получил свою награду, потому что он принял правильное решение. Как важно научиться в жизни принимать правильные решения. И он получил свою награду. Вот интересно, если бы на тот момент, когда Моисей жил еще во дворце, он принял бы другое направление, выбрал бы другой путь, друзья, мы бы узнали, что в истории был когда-то Моисей. мы бы не узнали, что был такой в жизни человек. Вот в истории есть очень много людей, которые жили до нас, которые живут в наше время и которые будут жить после. Есть много богатых людей, которые принимали решения по плоти, как удобно, как красиво, и мы про них ничего почти не знаем. Они приходят, они живут своей жизнью и уходят, и за короткое время в истории ничего о них не остается, потому что они ничего особенного не сделали. Друзья, но те мужи Божии, те братья и сестры, которые прошли впереди нас, которые посвящали Богу жизнь, которые делали решения по вере, по духу, они продолжают нас вдохновлять. Сколько тысяч лет прошло, и мы читаем сегодня эту историю, и меня лично она сегодня вдохновляет. Моисей показывает практически пример, что он в своей жизни выбрал, и он не пожалел, он благословен, он получил свою награду, друзья, а мы пока еще на пути. И каждый день каждый из нас принимает какие-то решения. И сегодня наша молитва пусть будет, Господи, научи меня видеть Тебя невидимого, научи меня видеть ту награду, которую Ты даешь за верность, за посвящение, научи меня принимать правильные решения, за которые я не буду жалеть в будущем. Об этом, друзья, давайте помолимся. Аминь. Спасибо за субтитры,